Беседа 23, 259, 7, 1. Не судите, да не судимы будете. Что ж, уже ли не должно обвиняться грешающих? Да. И Павел тоже самое говорит, или лучше Христос, или Павла. Что ты осуждаешь брата? Или что уничижаешь брата твоего? Перед своим господином он стоит или падает. И опять, поэтому никак не судите прежде времени, доколе придет Господь. Каким же образом тот же апостол в другом месте говорил, обличай, запрещай, увещевай, ищу согрешающего, обличай пред всеми. Равным образом и Христос говорил Петру, иди обличи его между тобою и им двумя. Если не послушает, возьми с собой другого, а если же при этом не послушает, то скажи в церкви. И для чего он поставил столь многих обличителей, не только обличителей, но и карателей. Так, что кто не послушается, никого из этих последних, того велел почитать за язычника и мытаря. В какой также цели верил им и ключи? Если ведь они не будут судить, то не будут иметь никакой важности, и следовательно, суи получили власть вязать и решить. С другой стороны, если бы это было так, то все пришло бы в расстройство, и в церкви, и в гражданских обществах, и в семьях. Если господин не будет судить своего слугу, а госпожа служанку, отец сына и друг своего друга, то зло будет распространяться все более и более. И что я говорю друг друга? Даже если врагов не будем судить, то никогда не будем в состоянии разрушить вражду, но все придет в совершенный беспорядок. Что же значит указанное изречение? Рассмотрим теперь внимательнее, чтобы врачевство, спасение и законы мира не почел кто-нибудь законами ниспровержения и смятения. Для имеющих здравый ум спаситель хорошо изъяснил уже силу данного закона в следующих, дальнейших словах. Ибо каким судом судите, таким будете судимы. И какой меру и мерите, такой и вам будут мерить. И что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоем глазе не чувствуешь? Если же для многих, не так сообразительных, изречение Христов окажется все еще невольно ясным, недовольно ясным, то я снова постараюсь изъяснить его именно. Здесь, как мне кажется, спаситель не все вообще грехи повелевает ни все не судить, и ни всем без исключения запрещает это делать, но тем только, которые сами, будучи исполнены бесчисленных грехов, порицают других за маловажные какие-нибудь поступки. Мне кажется также, что Христос указывает здесь и на иудеев, которые, будучи злыми обвинителями своих ближних, в каких-нибудь маловажных и ничтожных поступках, сами бессовестно творили великие грехи. За это Господь порицал их и под конец своего служения, говоря, связывают времена неудобо носимые, сами же не хотят их перстом двинуть. И еще, дают десятину сани, сатнины и мяты, и оставили главнейшее в законе суд, милость и веру. И так можно думать, что Христос указывал и на них, желая предварительно упрекнуть их в том, в чем они в последствии времени порицали учеников. Хотя последние ни в чем подобном не согрешили, но иудеям казалось грехом, например, что они не соблюдали субботы, ели неумытыми руками, возбежали с мытарями, о чем Спаситель и в другом месте говорил. Отсаживайте комара, а верблюда проглощаете. Впрочем, Христос полагает здесь и общий закон о неосуждении. И Павел в послании к Коринфянам запретил не вообще судить, но судить только высших, ввиду неизвестности дела. Равным образом не вообще запрещает исправлять согрешающих. Он упрекал, и когда не всех безразличия, а укорял во-первых учеников, которые так поступали в рассуждении своих учителей, и во-вторых, тех людей, которые сами, будучи виновны в бесчисленных согрешениях, клеветали на неповинных. То же самое дает разуметь и Христос в данном месте. И не просто дает разуметь, но еще внушает великий страх и угрожает неизбежным наказанием, ибо тем же судом, каким судите, говорит он, тем же будут и вас судить. Ты осуждаешь, говорит он, не ближнего, но себя самого. И себя самого подвергаешь страшному суду и строгому истязанию. Подобно тому, следовательно, как в отпущении грехов начало зависит от нас самих, так и в этом суде мы же полагаем известную меру нашего осуждения. И так должно не порицать, не поносить, но вразумлять, не обвинять, но советовать. Не с гордостью нападать, но с любовью исправлять, потому что не ближнего, но себя самого предаешь жесточайшему наказанию, когда не пощадишь его, произнося твой приговор о его прегрешениях. 261. Видишь ли, как эти две заповеди легкие и доставляют великие блага покорным, и наоборот причиняют великое зло непослушным. Тот, кто оставляет ближнему своему его прегрешение, освобождает от обвинений не столько его, сколько себя самого, и притом без всякого труда, и тот, кто с пощадой и снисходительно разбирает преступления в других, таковым судом своим полагает большой залог прощения для себя самого. Что же скажешь ты? Если кто прелюбодействует, неужели я не должен сказать, что прелюбодеяние есть зло, и неужели не должен исправить распутника? Исправь, но никак не приятель, и никак враг, подвергая его наказанию, но как врач, прилагающий лекарства. Спаситель не сказал, не останавливая согрешающего, но не суди, то есть не будь жестоким судьею, притом же это сказано не о важных и явно запрещенных грехах, как уже мной было и прежде замечено, но о таких, которые не подчитаются грехами. Поэтому он и сказал, что ты смотришь на сусек в глазе брата твоего. Многие ныне так поступают. Видя монаха, имеющего излишнюю одежду, обыкновенно представляет ему закон Господень, хотя сами постоянно только и занимаются хищениями и лихаимством. Или видишь, что он употребляет нескудную пищу и делается жестокими обвинителями, хотя сами каждый день пьянствуют и упиваются, не зная того, что через это при своих грехах готовят для себя больший огонь и лишают себя всякого оправдания. И в твоих ведь поступках должно потребовать строгого отчета, раз ты сам первый положил такой закон, строго осудив поступки ближнего. И так не считай для себя тягостью, когда и сам ты будешь подвергнут такому истязанию. Или как скажешь брату твоему, «Дай я вынуть сучок из глаза брата твоего, а вот в твоем глазе бревно лицемер. Вынь прежде бревно из твоего глаза, и тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего». Здесь Спаситель хочет показать великий свой гнев к тем, которые осуждают ближних. Действительно, всякий раз, когда он хочет показать тяжесть какого-либо греха, великость наказания за него и свой гнил, он обыкновенно начинает укором. Так, например, и требовавшему от своего товарища сто динариев. Христос с негодованием говорит, «Раб лукавый и ленивый, весь долг тот я простил тебе». Так точно и здесь употребил слово «лицемер». Строгий суд о ближнем показывает не доброжелательство, а ненависть к человеку. И хотя осуждающий носит личину человеколюбия, но на самом деле исполнен крайне злобу, поскольку подвергает ближнему напрасному поношению и обвинению и восхищает место учителя, сам не будучи достоин быть даже учеником. Потому Христос и назвал его лицемером. «Если ты так строг в отношении к другим, что видишь и малые простудки, то почему так невнимателен к себе, что не замечаешь и великих грехов?» Сынь прежде сучок из глаза своего. Видишь ли, что спаситель не запрещает судить, но прежде велит изъять бревно из собственного глаза и тогда уже исправлять согрешение других. «Всякий ведь свое знает лучше, нежели чужое, и лучше видит большее, нежели меньшее, и, наконец, более себя самого любит, чем ближнего. Следовательно, если ты судишь других, желая им добра, то прежде пожелай его себе, имеющему грех, и очевиднее, и более. Если же не родишься самому на себе, то ясно, что и брата ты своего судишь не из доброжелательства к нему, но из ненависти и желания опозорить его. Если же и должно быть ему судимым, то пусть его судит тот, кто ни в чем подобного не согрешил, а не ты. Так как спаситель предложил великие и высокие правила жизни, то чтобы кто-нибудь не сказал, что легко так любомудрствовать на словах, он и изрек эту притчу в доказательство всей свободы, с какой мог сказать о себе, что он не погрешил ни против одного из предложенных им правил, но все исполнил, хотя впоследствии времени ему самому надлежало судить и говорить «Горе вам, книжники, фарисеи, лицемеры!» Однако же сам он немало не был виновен в том, в чем обвинял других, ни сучка не вынимал, ни бревна не имел в глазах своих. Он был свободен от того и другого и исправлял таким образом согрешение всех. Не должен, говорит он, судить других тот, кто сам в том же виновен. И ты удивляешься, что он положил этот закон, когда и разбойник на кресте признал его и выразил мысль Христа в словах своих, обращенных к другому разбойнику. И ты ли не боишься Бога, если сам осужденно тоже? А ты не только не изымаешь у себя бревна, но и не видишь. Напротив того, сучок у другого не только видишь, но и осуждаешь, и стараешься изъять, подобно как одержимый тяжкой водянкой или другой какой-либо неизвечимой болезнью, не родит об ней. А между тем в другом обвиняет не родение, а малом недуге. Если уж худо не обращать внимания на свои грехи, то вдвое или втрое хуже судить других, имея в собственных своих глазах бревно и не чувствуя от того никакой боли, ведь грех тягостнее и бревна. 162. Итак, сказанное Спасителем заповедь имеет такой смысл. Кто сам подвержен многим порокам, тот не должен быть строгим судьей погрешности других людей, и особенно, когда они маловажны. Следовательно, он не запрещает обличать или исправлять, но возбраняет не родить о собственных грехах и восставать против чужих. Это потому, что осуждения других много содействовало бы к увеличению зла, усугубляя порочность. В самом деле, кто привык не родить о своих великих преступлениях и строго судить о малых и незначительных погрешностях других, тот терпит двоякий вред. Как потому, что не родит о своих грехах, так и потому, что питает ко всем вражду и ненависть, и каждый день возбуждается к крайней жестокости и немилосердию. Итак, уничтожившись это через прекрасное то законоположение, Христос присоединил еще другое правило, говоря, «Не давайте святыне псам, не бросайте жемчуга вашего перед свиньями». Хотя далее он и говорит, что говорю в уши ваши, проповедуйте на кровлях. Но это последнее немало не противоречит прежнему. Так как и тут не всем вообще повелено говорить, но тем только говорить, со всей свободой, которым должно говорить. Под именем же псов он здесь разумел тех, которые живут в неисцельном нечестии, без всякой надежды исправления, а под именем свиней всегда живущих невоздержно. Все таковые пословы его недостойны слушать высокого учения. То же самое и Павел выразил, сказав, «Душевный человек не принимает того, что от Духа, и почитает это безумием. И во многих других местах он развращение жизни поставляет причиной того, что не приемлется совершеннейшее учение. Потому и повелевает таким людям не отворять зерей, потому что узнавшие, они становятся еще более дерзкими, когда это учение открывается людям, признательным и благомыслящим. То они благоговеют перед ним. А люди безнравственные уважают более тогда, когда его не знают. И так, поскольку по природе свои такие люди не могут познать этого учения, то пусть будет, оно от них скрыто, говорит Спаситель, что по крайней мере, почтили его по причине своего неведения. И свинья не знает, что такое бисер. А если не знает, то пусть и не видит, чтобы не поправило того, чего не знает. Ничего, кроме только еще большего вреда, не произойдет отслушания для людей с таким расположением. Они ругаются на святыне, не зная ее, еще более возносятся и вооружаются на нас. Таков смысл слов Христовых, чтобы они, поправши ногами, не обратились и не растерзали вас. Но скажешь, святыня должна быть так крепко, чтобы и по узнанию осталась непобедимой, и другим не подавала случай вредить нам. Нет, не она подает к тому случае, но то, что приемлющие ее свиньи, так и бисер, попираемый не потому попирается, что достоин пренебрежения, но потому, что попал к свиньям и хорошо сказал, чтобы, обратившись, не попрали его ногами своими и не растерзали вас. В самом деле, сначала они принимают на себя личину кротости, чтобы узнать. Потом, когда узнают, сделавшись совсем иными, ругаются, поносят, смеются над нами, как бы над обманутыми. Потому и Павел говорит Тимофею, смотри, помни, от кого ты научился, чтобы в точности сохранить слова мои. И в другом месте осих отвращайся, и еще еретика, после первого и второго вразумления отвращайся. Итак, врагов всегда священного всего вооружает против нас не самая святыня, но их доводит до безумия то, что, познав ее, они исполняются гордостью. Вот почему немалая польза оставаться им в неведении. В таком случае они не будут пренебрегать. Если узнают, то двойной вред, и сами не получат от этого никакой пользы, разве еще больший вред, и тебе причинят бесчисленные беспокойства. Пусть слышат это те, которые без всякого стыда сводятся со всяким, без разбору, и делают предметом пренебрежения то, что достойно всякого уважения. От того-то и мы, совершая таинство, затворяем двери и возбраняем вход непосвященным. Не потому, будто мы признаем недействительность совершаемых таинств, но потому, что еще многие недовольны к ним приготовлены. От того-то и сам Христос многое говорил иудеям в притчах, что они видя не видели. Потому и Павел повелел знать, как подобает, отвечать каждому в Колосе 4,6. Просите, и дано будет вам. Ищите, и найдете. Стучите, и отворят вам. Высший Спаситель предложил великие и чудные заповеди, повелел возвышаться над всеми страстями, привел к самому небу и заставил уподобляться не ангелам или архангелам, но, сколько возможно, самому владыке всяческих. А ученикам повелел не самим только исполнять все это, но и других исправлять и различать злых от не злых и псов от не псов. Много ведь в людях прикровенного. Чтобы не говорили, что это трудно и неисполнимо, так как и действительно в последствии времени Тетр сказал нечто подобное. Кто может спастись? И если такова заповедь для человека, то лучше не жениться. 264. Итак, чтобы теперь не сказали подобного, Спаситель и прежде уже показал удобоисполнимость предписываемых им заповедей, приведя ряд убедительных доказательств и, наконец, представляет самый, так сказать, вверх этой удобоисполнимости. Именно помощь от беспрерывных молитв, подающих немалое утешение в трудах. Он говорит, что не самим только нужно стараться, но и свыше призывать помощь, которая непременно придет и предстанет, и облегчит наши подвиги, и все сделает для нас легким. Потому и просить повелел, и обещал исполнение прошения. Впрочем, не просто повелел просить, но с великим тщанием и усилием, что и выражается словом «ищите», в самом деле, кто ищет, тот, выбросив все из своих мыслей, напрягает свое внимание только к тому, чего ищет. Ни о чем настоящем не помышляет. Мои слова понимают все те, которые, потерявшие золото или рабов, после ищут. Это-то и означает, Спаситель, словом «ищите» и сказав «сучите», показывает, что должны приступать к Богу с силой и теплой мыслью. Итак, не унывай, человек, но не прилагай стараний о добродетели гораздо меньшего, нежели какое имеешь о богатстве. Богатства ты часто не находишь, хотя бы и много раз принимался искать его. И тем не менее, хотя и знаешь, что не всегда найдешь его, все-таки употребляешь все способы к его приобретению. А о добродетели, хотя имеешь обещание, что непременно получишь помощь, не хочешь показать даже и частицы такого старания. Если не тотчас получаешь, то и в таком случае не отчаивайся. Христос тебе для того и сказал «стучите», чтобы показать, что если и не скоро отверзить двери, должно ждать. Если и не веришь моим словам, то по крайней мере поверь следующему примеру. Если между вами такой человек, который, когда сын его попросит у него хлеба, подал бы ему камень, если бы ты часто делал так перед людьми, то и показался бы ему и тяжким, и жестоким. Но Бога раздражаешь более тогда, когда этого не делаешь. Если же ты постоянно будешь просить его, то хотя и не скоро получишь просимое, а однако же непременно получишь. Для того ты заперта дверь, чтобы побудить тебя к стучанию. Для того ты не тот час занимаешь, чтобы ты просил. И так постоянно проси и непременно получишь. И что бы ты ни сказал, что если я буду просить и не получу? В предотвращении этого Спаситель представляет тебе притчу, приводит опять доказательства и от примеров человеческих возводит тебя к надежде получения, показывая через все это не только то, что должно просить, но и о чем должно просить. И если из вас какой отец, который когда сын его просит слева у него, подал бы ему камень, так если ты не получаешь, то не получаешь, потому что просишь камни, хотя ты и сын, но этого еще не довольны в получении. Напротив, это то самое и препятствие тебе получить, что ты будучи сыном просишь неполезного. Итак, не проси ничего мирского, но всего духовного и непременно получишь. Так, Соломон, когда просил должного, смотри, как скоро получил. Итак, молящемуся набежит соблюдать два правила. Первое, то, чтобы просить усильно. Второе, то, чтобы просить должного. И вы, говорит Спаситель, будучи отцами, дожидайтесь просьбы от своих детей. Если они у вас станут просить бесполезного, то отказывайте. Когда же будут просить полезного, то соизволите и даете. Потому и ты, представляя это, не отступай до тех пор, пока не получишь. Не отходи, пока не найдешь. Не отлагай свое очищение, пока не будет отвертся дверь. Если ты приступишь к такой мысли и скажешь, не отступлю до тех пор, пока не получу, то непременно получишь, если только того просишь, что и тому, от кого просишь, прилично дать. И тебе, просящему, полезно. Что ж бы это такое было? То, что упросить всего духовного, приступать к спрашиванию оставления своих грехов, по оставлению согрешений другим, без гнева и сомнений воздевая чистые руки. Если мы так будем просить, то получим. Но ныне наши прошения достойны смеха и свойственны более людям пьяным, нежели трезвым. Отчего же, скажешь, я не получаю и тогда, когда прошу духовного? Конечно, от того, что ты или не с очщанием ударяешь в двери, или сделал себя недостойным к принятию просимого, или скоро перестал просить. Но ты опять скажешь, для чего же спаситель не сказал, чего должно просить? Но он уже все сказал прежде и показал, зачем должно приступать к Богу. Итак, не говори, я приходил и не получил. Никогда нельзя не получить от Бога, который так любит, что своей любовью превосходит самих отцов и превосходит настолько-настолько благость, превосходит злобу. Если вы, будучи лукавыми, злые, умеете даяния благие давать детям вашим, тем более отец ваш небесный даст благо просящему него. Это Христос сказал не в упрек человеческому естеству или в охуждение человеческого рода. Нет, но здесь он называет отеческую любовь злобою для различия от своей благости. Столько-то велико его человеколюбие. 266. Видишь ли, неизреченную мысль, которая и самым отчаянным сильно возбудит благие надежды. Здесь Спаситель в доказательство своей благости указывает на пример отцов, а выше указывал на величайшие свои дары, на душу и тело, но он нигде еще не упомянул о главнейшем из благ, нигде не указывает на свое пришествие. Тот, кто благоволил сына своего дать на жертву, не даст ли нам всего? Но тогда эта жертва еще не совершилась. Но Павел уже на это указывает, говоря так, с которой своего сына не пощадил, как с ним и не дарует нам всего. А сам Христос в беседе с своими слушателями предлагает еще доказательства обыкновенные. Потом показывает, что не должно надеяться и на молитву не родящим о самих себе, равно как и тем, которые стараются о самих себе, не должно полагаться только на собственное старание. Он должно свыше просить помощи, употреблять собственные усилия. Он беспрестанно внушает и то, и другое. В самом деле, после многих наставлений он научает молиться, научивший молиться снова научает тому, что должно делать. Вслед за тем он опять научает, что непрестанно должно молиться, говоря, просите, ищите, и стучите. Отсюда опять переходит к тому, что и самим нам должно быть тщательными. Их 12. Итак, во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними, ибо в этом закон и пророки. В этих кратких словах Спаситель заключил все и показал, что добродетель и кратко и удобно и всем известно. И не просто сказал, как хотите, но как хотите, чтобы с вами. Не без намерения употребил, но с особенной мыслью слово так. Если хотите, говорит он, быть услышаны, то кроме того сказанного мною и это делайте. Что же именно? Во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними. видишь ли, как он и отсюда вывел то, что вместе с молитвой необходима нам и добрая жизнь. Он не сказал, чего хочешь тебе от Бога, то делай ближнему твоему, чтобы ты не возразил, как это можно. Он Бог, а я человек. Но произнес, если чего хочешь тебе отравну от тебе, то и сам, тоже оказывай ближнему. Что может быть этого легче? Что справедливее? Потом предлагаю величайшую похвалу еще прежде самых наград получая, мою за соблюдение этой заповеди, говорит, ибо в том законы пророки. Отсюда видно, что добродетель нам естественно, и мы все сами по себе знаем, что должны делать, так что никогда нельзя извиняться неведением. Входите тесными вратами, потому что широкие врата и пространен путь, ведущий в погибель, и многие идут ими, потому что тесны врата, и узок путь, ведущий в жизнь, и немногие находят их. Но после он говорил, иго мое благо, и бремя мое легкое, и незадолго перед тем внушал то же самое. Как же здесь ведущий в жизнь называет узким и тесным путь? Если обратишь все свое внимание, то увидишь, что спасители здесь называют путь этот весьма легким, удобным и незатруднительным. скажешь, как же тесный узкий путь может быть вместе и удобным? Тем этот путь и удобен, что он есть путь и врата. Так как и другой путь, хотя и широкий и пространный, все же есть путь и врата, на них ничто не останавливается, но все проходит, как горести, так и радости в жизни. И не потому только удобный добродетель, по концу своему она делается еще удобнейшей, потому что она в своих подвижниках может утешить не только тем, что все труды и подвиги оканчиваются, но еще более тем, что конец их добрый, так как оканчивается жизнью. Потому и кратковременность трудов и вечность венцов и то, что труды предшествуют венцам, а венцы последуют за ними, все это составляет величайшее утешение в трудах. Потому и Павел назвал скорбь легкую, не по свойству самой скорби, но по произволению подвижников и по надежде будущего. Ибо легкое страдание, сказал он, производит вечную славу, когда мы смотрим не на видимое, но на невидимое. Если волны и пучины для мореходцев поражение, и раны для воинов, непогода и мороза для земледельцев, сильные удары для бойцов, если все это бывает легко и выполнимо по надежде наград временных и тленных, то тем более могут быть нечувствительны настоящие скорби, когда предстоит небо, неизреченные блага и десмертные награды. 268. Если же при всем этом некоторые почитают ведущий в жизнь путь трудным, то мнение это происходит только от собственной их лености. Смотри, как спасители иным способом делать этот путь удобным, когда запрещают вмешиваться между псами, предавать себя свиньям и повелевает остерегать служеб пророков, всячески внушает быть осторожными. Самое даже наименование тесным путем весьма много способствует тому, чтобы сделать его удобным, потому что заставляет нас бодрствовать. Так Павел не с тем говорил, что наше брание не против плоти и крови, чтобы привести в уныние, но чтобы возбудить сердца воинов. Так точно и Господь путь жизни назвал трудным для того, чтобы так сказать пробудить от сна путников. Мало того, Он побуждает бодрствование еще и дальнейшим указанием на то, что на пути этом есть много прикинающих. И что еще опаснее, последний нападает неявно, но скрытно такого имени народ лжепророков. Но не на то смотри, говорит Христос, что этот путь труден и тесен, а на то, где он оканчивается. И не на то, опять смотри, что противоположный путь широк и распространен, а на то, куда он ведет. Все же это он говорит для того, чтобы возбудить в нас бодрость. В той же цели он и в другом месте сказал, что и прилагающие усилия восхищают его. Подвижник бывает ревностнее, когда ясно видит, что подвигоположник чтит трудные его подвиги. Итак, не будем скорбеть, если на пути жизни случатся с нами многие несчастья. Пусть путь прискорбен и врата тесны, но не таков тот град, к которому ведут они. Потому то ни здесь не должно ожидать покоя, ни там не должно предполагать ничего печального. Когда же Спаситель говорит, что мало кто находит, то и здесь опять открывает леность многих и внушает своим слушателям обращать внимание не на благоденствие многих, но на труды немногих. Гораздо больше говорит он таких людей, которые не только не идут прискорбным путем, но даже не избирает его, что показывает крайнее безумие. Но не должно смотреть на многих и оттого смущаться, а должно ревновать немногим и всячески укрепляя самих себя, таким образом идти тем путем. Кроме того, что путь этот тесен, многие еще препятствуют идти по нему, поэтому Христос и присовокупил берегитель служеб пророков, которые приходят к вам в овечьей одежде, а внутри суть волки хищные. Вот, кроме псов и свиней, другой род наветов и коварства. Гора запас не первого, все по крайней мере известны и явны, а эти скрытны, потому и спаситель тех повелел только удаляться, а этих еще внимательно рассматривать, так как невозможно узнать их с первого взгляда, потому и сказал «берегитесь», внушая тем большую тщательность в их распознавании. Потом, чтобы слышавшие, что должно идти тесным, прискорбым и для многих неприятным путем, притом хранить себя от псов и свиней от других врагов злейшего рода, от волков, чтобы, говорю, слышавшие это не пришли в уныние, отможество скорби, так как надлежало идти путем для многих неприятным и при том еще иметь в виду вышесказанные препятствия. Для этого спаситель привел на память происшествия, бывшие при их отцах, упомянул именно о лжепророках. Все подобное и тогда случалось. И так, не смущайтесь, ничего не случится нового или особенного, дьявол всегда к истине присоединяет обман. Здесь под именем уже пророков, как мне кажется, Христос разумел не еретиков, но тех, которые, ведя развратную жизнь, прикрывают себя личиной добродетелей. Каковых людей обыкновенно называют обманщиками, поэтому спаситель и присовокупляет. По плодам их узнаете, их собирает ли с терновника виноград или с репейника смоквы. У еретиков часто можно найти жизнь добрую, но у тех, о которых я сказал, никогда. Скажешь, что, если они и тут притворяются, но они удобно могут быть пойманы. Тот путь, по которому Христос заповедовал идти, по самому свойству труден и тягостен. Лицемер же никогда не захочет трудиться, его дело только притворяется, потому он легко может быть изоблечен. Когда Господь говорит, по плодам их узнаете их, опять отделяет этих немногих от тех, которые не обретают его, а только притворяются, внушая тем смотреть не на лицемеров, но на истина шествующих по этому пути. Но для чего, скажешь, спаситель не открыл таковых лицемеров, а нас самих заставил испытывать их для того, чтобы мы бодрствовали и всегда были на страже, охраняя себя не только от явных, но и скрытых врагов, на которых и Павел указая говорит, что добрыми словами прещают сердца незлобивых римлянам 16-18. Итак, не будем смущаться, когда и ныне много таковых увидим Христос заранее, ведь и это предрек, не бойся, малое стадо 270. Заметь кротость спасителя, он не сказал, накажите их, но только остерегайтесь, чтобы не получить себе вреда от них, и чтобы по неосторожности не впасть в их сети, потом в предотвращении твоего возражения, что невозможно узнать таких людей, приводит еще доказательства, заимствуй его от примера человеческого. «Так а всякое дерево доброе приносит и плоды добрые, а худое дерево приносит и плоды худые». Не может дерево доброе приносить плоды худые, и дерево худое приносить плоды добрые. Глава эти заключает такой смысл. Люди, о которых идет речь, не имеют ничего кроткого, ничего сладкого. По одной только кожи, а не овцы. Почему и легко узнать их. И чтобы ты немало не колебался, для этого Христос то, что иначе быть не может, сравнивать с естественной необходимостью. Об этом и Павел говорит. Ибо мудрствование плоское, помышление плоские – смерть. Ибо законы Божии не покоряются, да и не могут. Хотя Спаситель и два раза говорил одно и то же. Но тут нет сожде-словия. Чтобы кто-нибудь не сказал, что злое дерево, хотя и приносит плоды злые, но может приносить и добрые. А при двояком подношении трудно уже делать развлечение. Во впровержении этого Спасителя говорит, что этого быть не может. Что оно приносит только злые плоды. Но добрый человек не может сделать худым. Добрых никогда не принесет, равно как и наоборот. Что ж, неужели добрый человек не может сделать худым и наоборот? Жизнь человеческая наполнена многими такими примерами. Но Христос не то говорит, будто худому человеку невозможно перемениться. Или доброму невозможно пасть. Но то, что человек не может принесть доброго плода, доколе живет худо. Худой человек может перейти к добродетели. Но доколе он остается худым, да то ли не может принесть доброго плода. Как же Давид, будучи добр, принес худой плод? Не в состоянии добродетели. Но уже переменившись, он это сделал. Так как он не принес бы такого плода, если бы всегда пребывал тем, чем был. Потому что, оставаясь добродетелем, он не осмелился бы сделать того, на что дерзнул. Эти слова Спаситель сказал и для того, чтобы загородить уста безрассудно клевещущих и обуздать язык злословящих. Этими словами он хотел лишить всякого извинения тех злых людей, из-за которых подозревает и добрых. После того, ты уже не можешь сказать, я обманулся, не догадался. Потому что тебе предложено мною самое действительное средство к познанию порочных людей. То есть повеленно рассматривать их поступки, а не безрассудно смешивать все. Далее. Хотя Спаситель не велел их наказывать. Но только остерегаться. Однако же, чтобы с одной стороны утешить обижаемых ими, а с другой устрашить обижающих и побудить их к исправлению, он определяет им наказание, говоря, «Всякое дерево, не приносящее плода доброго, срубает и бросает в огонь». Затем, несколько смягчая свое слово, присоединяет. Итак, по плодам их узнаете их. Чтобы слушатели не подумали, что он внушает им одни только угрозы. Он трогает их сердца, предлагая учения в своем виде совета и увещания. Здесь, мне кажется, он разумеет и иудеев, которые являли такие плоды, почему и напомнил им слова Иоаннова, описывая казнь их теми же словами. И тот, говорил тоже, напоминаю ему, «Секиру и дерево посекаемое, и огонь неугасимый». И кажется, здесь одно только наказание, и именно сожжение. Но если кто внимательно рассмотрит, тот найдет два наказания. В самом деле, кто сожигается, тот без сомнения лишается и царствия. А это наказание, летея еще первого. Я знаю, что многие ужасают, а только одно гиенна. Но я знаю, что лишение небесной славы есть мучение более жестокое, нежели гиенна. Если этого нельзя представить к слове, то нет ничего удивительного. Мы ведь не знаем и блаженство вечных благ, чтобы ясно видеть не счастье, происходящее от их лишения. А Павел, который ясно знал это, видел, что отпасть от славы Христовой всего ужаснее. Это и мы узнаем, когда будем испытывать на себе. О, если бы мы никогда не подвергались этому! Единородный Сын и Божий, если бы никогда не испытали на себе этого нестерпивого наказания, невозможно ясно выразить, как велико зло, лишиться небесных благ. Впрочем, сколько могу, постараюсь и поспешу, хотя несколько, объяснить вам это. На примере, представим себе такого удивительного юношу, который бы с добродетелью соединял царствование над вселенной, и который бы во всем был так совершен, что мог бы во всех возбудить к себе отеческую любовь. Чего, думаете вы, не согласился бы с удовольствием претерпеть отец этого юноши, чтобы только не лишиться его общения? Или на какое бы несчастье, великое ли то или малое, не решился бы он, чтобы только видеть и веселяться им? Подобным образом мы должны размышлять и о небесной славе. Поистине, не столько любезно и вожделенно отцу его дитя, как бы оно ни было совершенно, сколько вожделенно получить те блага, разрешиться и быть со Христом. Нестерпимые гиенные мучения в ней, но если представить и тысячи гиен, то все это ничего не будет значить в сравнении с несчастьем. Лишиться той блаженной славы, возненавидену быть от Христа и слышать от Него «не знаю вас» и обвинений, что мы, видя Его алчащего, не напитали. Поистине, лучше подвернуться бесчисленным ударам молнии, нежели видеть, как кроткое лицо Господа отвращается от нас, и ясное око Его не хочет взбирать на нас. И действительно, если он, меня, врага своего, при всей к нему ненависти и отвращения от Него, так возлюбил, что даже не подсадил самого себя, но предал себя на смерть, если после всего этого не подам Ему и хлеба, когда он алчит, то какими уже глазами будут взирать на Него? Ну и здесь, заметь его кротость. Он не исчисляет своих благодеяний, не жалуется на то, что ты презрел столь великого своего благодетеля, не говорит «Я тебя привел из небытия в бытие», вдохнув тебя душу, поставил тебя владыкой над всем, что находится на земле. Для тебя я сотворил земли, небо, море и воздух, и все сущее, от тебя я был презрен и казался тебя ниже дьявола, но при всем том не оставил тебя. Бесчисленный открыл средства для твоего спасения, восхотел сделать себя рабом, был бит полонить и оплеван заклом, умер поноснейшую смертью. Даже на небе за тебя ходатайствую, даю тебе духа, удоставив тебя царство и предлагаю тебе такие благодеяния. Восхотел быть твоим главой, женихом, ризой, домом, корнем, пищей, питьем, пастырем, царем и братом. Избрал тебя наследником и сонаследником своим. Из мрака привел тебя в область света. Хотя Господь мог сказать это и еще того более, но он ничего такого не говорит, а упоминает только об одном грехе твоем. Являет и здесь свою любовь и милосердие, которое имеет к тебе. Не сказал, отойдите в огонь, уготованный вам, но уготованный дьяволу. И прежде говорит о том, чем его обидели. Но и тут упоминает не о всех обидах, а о немногих. Притом прежде осуждения, оскорбивших его, он призывает праведных, чтобы показать, что он справедливо обвиняет. Какого же мучения не ужаснее эти слова его? Никто, видя благодетеля своего, истаивающим от голода, не презрит его. А если бы и презрел, то после того лучше бы согласился сам с поношением скрыться в землю, нежели при двух или трех друзьях слышать обвинение в этом. Что же будет с нами, когда перед всей вселенной услышим от Господа подобное обвинение, которое, впрочем, он не произнес бы и тогда, если бы не хотел оправдать своего суда? А что он произнес, это обвинение не в поношении грешников, но в оправдании самого себя, и для показания, что он не напрасно и не беспричинно говорил к нам «отойдите от меня». Это очевидно из неизреченных его благодеяний. Если бы он хотел подвергнуть грешников в поношению, то выставил бы все свои благодеяния, а он говорит только о том, что претерпел. 273. Итак, возлюбленные, убоимся услышать эти слова. Жизнь наша не игра, или лучше сказать, настоящая жизнь – игра, но будущее – не игра. А может быть и не игра только, но и хуже того. Не смехом оканчивается, но и большое причиняет вред тем, которые не хотят тщательно благоустроять самих себя. «Скажи мне, чем мы, созидающие великолепные домы, различаемся от детей, играющих и строящих домики? Какое различие между их обедом и нашей роскошью? Нет никакого, разве только то, что мы это делаем с мучением. Если же мы не примечаем ничтожности всего этого, нет там ничего удивительного, потому что мы еще не сделались мужами. А когда сделаемся, то узнаем, что все это детские забавы. Приходя в зрелый возраст, мы смеемся над детскими занятиями, хотя в детском возрасте почитаем эти занятия весьма важными. И собирая черепки и грязь, тщеславимся не менее тех, которые строят высокие стены. И однако, состроенные нами скоро разрушаются и падают. Да если бы и стояло, на что нам годилось бы? Так и великолепные наши домы. Они ведь не могут принять гражданина небесного. И не захочет обитать в них тот, кто имеет высшее отечество. Но как мы ногами разрушаем детские игрушки, так и он своим духом не спровергает наше здание. И как мы смеемся над детьми, плачущими о разрушении построенного ими домика, так и он не только смеется, но и плачет, когда мы рыдаем о своих домах, потому что он имеет сострадательное сердце. И видеть для нас великий от этого вред. Итак, будем мужами. Долго ли нам присмыкаться по земле? Долго ли величать камнями и деревьями? Долго ли играть? И если бы только играли? Нет. Мы оставляем их самое спасение свое. И как дети, пренебрегающие учением, а занимающиеся играми, только подвергаются жестоким наказаниям, так и мы, источив все старание свое на житейские занятия и оказавшись в несостоянии дать на деле отчет в духовном учении, который после смерти потребуется от нас, понесем крайнее наказание. И никто не может избавить нас, хотя бы то был отец, хотя бы брат или другое кто-либо. Но все, чему мы преданы ныне, погибнем. А мучение, происходящее от этого, будет бесконечное и непрестанное. А все, чему мы преданы, погибнет. Так это случается и с детьми, когда отец за их леность совершенно истребляет все их детские игрушки и через то заставляет их непрестанно плакать. А чтобы увериться тебе в истине слов моих, я представлю такую вещь, которую люди более всего почитают достойное уважение, именно богатство, и противопоставлю ему душевную добродетель, какую тебе угодно, тогда ты ясно увидишь всю нищету его. Итак, представим двух людей, я уже не говорю о любостяжании, а о богатстве, правильно приобретенном. И один из них пусть умножает свое имение, пусть переплывает моря, обрабатывает землю, употребляет всякие другие способы, к приобретению. Хотя я и не знаю, может ли он так поступает, делать законные приобретения, но положим, что он приобретает выгоды законным образом. Пусть будет так. Пусть он покупает поля, рабов и прочее. Пусть не будет в этом приобретении его ни одной неправды. Напротив, другой, столь же богатый, пусть продает свои поля, продает домы, золотые, серебряные сосуды, подает требующим. Пусть облегчает участь бедных, врачует больных, помогает находящимся в нужде, пусть разрешает отуз, одних выводит из рудокопни, других освобождает от удавления, пленников освобождает от наказания. На чьей стороне хотели бы вы быть? Впрочем, я еще не сказал о будущем, но пока о настоящем. Итак, кому из них хотели бы вы последовать? Тому ли, который собирает золото, или тому, который избавляет других от несчастья? Тому ли, который покупает поля, или тому, который определяет себя на служение роду человеческому? Тому ли, который окружен множеством золота, или тому, который увенчан бесчисленными похвалами? Не уподобляется ли этот последний некоему ангелу, шедшему с небес, для исправления прочих людей? А другой, не похож ли более на какого-нибудь дитя, которое собирает все без цели и смысла, нежели на возрастного? Если же и законное приобретенное богатство так достойно смеха, и есть знак крайнего безумия, то как не назвать того несчастнейшим из всех, кто еще и неправильно собирает его? Если же и теперь он достойен великого смеха, то каких слез достойна будет жизнь его по смерти, когда присоединится к тому гиенна и лишение царствия? Но рассмотрим, если хочешь, и другой вид добродетели. Для этого представим опять другого человека, могущественного, всеми повелевающего, облеченного великим станом, имеющего и блестящего глашата, и пояс, и жезлоносов, и большое число слуг. Не представляется ли тебе это все великим и вожделенным? Теперь и этому человеку противоположен другого, незлобного, кроткого, смиренного, и великодушного. Пусть будет его оскорблять, бить, а он пусть будет сносить терпеливо и благословлять таким образом поступающих с ним. Итак, скажи мне, кто достоин удивления? Тот ли надменный и напыщенный, или этот уничиженный? Не уподобляется ли этот последний горним, бесстрастным силам, а тот надутому пузырю? Или человеку, стражающему водяной болезнью и сильной опухолью? Не подобен ли тот духовному врачу, а этот смешному дитяте, надувающему щеки? Да и чем ты гордишься, человек? Тем ли, что ты носишься на высокой колеснице? Или тем, что тебя возят запряженные мулы? Так что ж, это бывает и с каменьями, или тем, что ты облечен в красивые одежды. Но посмотри на того, который вместо одежды облечен добродетелью, и увидишь, что ты подобен гниющей траве, а он подобен дереву, приносящему чудный плод и доставляющему большое удовольствие зрителям. Ты носишь на себе пищу червей и моли, которые, если нападут на тебя, скоро обнажать себя от этого украшения. Так как одежды пряжат червей, а золото и серебро – земля и прах. Да, земля и более ничего. Украшенная же добродетелью такую имеет одежду, которая не только моль, но и самая смерть не может повредить. Это весьма справедливо. Добродетели души неземное имеют начало, но суть плод духовный и не подлежат съедению от червей. Эти надежды, одежды, схутся на небе, где нет ни моли, ни червей, ничего лего подобного. Итак, скажи мне, что лучше, богатым ли быть или бедным? Во славе ли быть или в уничижении? Иметь ли изобилие или терпеть голод? Конечно, лучше быть в чести, иметь изобилие и богатство. И так, если ты хочешь самых вещей, а не одних названий, то оставь землю и все, что находится на ней, и переселись на небо. Все здесь не есть одна тень, а тамошняя неподвижна, непоколебима и никем не может быть похищена. И так будем искать небесного со всяким старанием, чтобы нам освободиться от здешних беспокойств и приплывши к тихому тому пристанищу, явиться с великим грузом и неизреченным богатством милостыни. О, если бы всем нам достичь этого пристанища и богатства, благодати человека, любим Господа нашего Иисуса Христа, которому слава и держава во веки веков. Аминь.